Всем привет! В этом видео мы разберем признаки мужчин-пикаперов. Почему эта тема важна? Потому что есть заядлые пикаперы, есть профессиональные пикаперы, которые недавно прошли обучение или прочитали книгу, или же которые давно это делали, проходили обучение, но до сих пор это применяют. Или потому что пикаперы в целом это как течение, большое течение. И эти элементы, приемы используют многие люди и многие мужчины, даже если они не читали книг или не проходили никаких курсов. И я думаю, я считаю, я уверен, что многим женщинам это полезно знать и понимать, кто это применяет, как это применяют, чтобы вы могли от этого защититься, чтобы вы могли быть на чеку. Первый признак пикаперов это желание впечатлить, желание удивить, желание бросить пыль в глаза. Их учат, что свидание не должно быть скучным, свидание должно быть интересным. В идеале свидание должно быть чем-то интригующим, необычным, из ряда вон выходящим. Просто поужинать, пообедать, это слишком банально. А банальность, обыденность, да, то, к чему люди и так привыкли, это не вызывает эмоции. С ним всегда интересно, с ним всегда необычно. Ощущение, что снимают серию какого-то фильма, и вы в этой серии главной героини, а возле вас какой-нибудь Джеймс Бонд или Рэмбо, да, или какой-то главный герой, у которого супер насыщенная и интересная жизнь. Пик чему учат, да, если очень девушка понравилась, это называется крышеснос. Это вообще, чтобы там снесло крышу и сделать для нее какой-то поступок, который никто ранее не делал. И очень важно, этот поступок может стоить две... Он вообще ничего не стоит. Ну, условно, свидание на крыше дома. Нужно потратить время, да, организовать. Но, по сути, это небольшая сумма. Это называется крышеснос. Это то, что у девушки вообще никогда не было. И поэтому многие женщины ведутся на поступки, а я, наоборот, говорю, что поступки — это хорошо, да, ухаживание — это хорошо, но не нужно только лишь из-за этого влюбляться в мужчину и делать вывод, что он супердостойный. Если вам важно разобраться, как правильно с мужчинами взаимодействовать, как понимать психологию отношений, психологию мужчин, как привлекать классных мужчин, сделать правильный выбор, как исправить или выйти из токсичных отношений, как избавиться от созависимости или вообще в целом, как на самом деле создавать по-настоящему счастливые отношения, на что тогда вообще нужно обращать внимание и какая женская ответственность в том, женское поведение в идеале должно быть, чтобы мужчина с удовольствием видел в вас жену, делал для вас суперхорошей, и делал это с удовольствием, и не только пока он влюблен или до рождения первого ребенка, а столько, сколько вы захотите. Тогда прямо сейчас по ссылке нажимайте и регистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция по применению. Без драм и манипуляций». Следующий признак, отсюда вытекающий. По сути, главное – это эмоции. Ближе, дальше, холодно, горячо. Главный тезис – это то, что женщина должна быть высокая амплитуда переменной эмоций. То есть вот сейчас я такой супер теплый, внимательный, классный, и тут раз – я резко отстранился, как будто бы у меня там работа, дела. Получается, тем самым я как пикапер влияю на женский эмоциональный фон. Сейчас ей очень приятно, ой, какой мужчина мне никто никогда не делал. Тут раз – отстраненный. Да, и тут раз после отстраненности он снова там внимательный, хороший, или какой-нибудь нейтральный. Нужна постоянная перемена эмоционального фона. Зачем? То есть вот эта амплитуда, она очень похожа на влюбленность. Она влияет на создание влюбленности. И у девушки возникают переживания. Вдумайтесь, если мужчина просто будет с вами вежливо общаться, просто говорит, слушай, пойдем на кофе, да, или вот ты хорошая девушка, давай поговорим о жизни, да, давай как-то там на ужин сходим. Это приятно, но это спокойные эмоции, это не амплитуда. Тогда девушка неосознанно делает вывод, что, блин, я влюбляюсь. Она что, клеится ко мне? Жизнь же у многих из нас однообразна. Дом, работа, выходные. Жизнь изо дня в день очень похожа. И поэтому, когда что-то появляется в нашей жизни из ряда вон выходящий, и то, что вызывает эмоции, это, блин, очень приятно. И, к сожалению, многие девушки на это ведутся, и пикаперы это используют. Это вообще основной прием. Тогда девушки выводят, я влюбилась, я очаровалась, соответственно, это тот самый мужчина, значит, это классный мужчина. И тогда по отношению к этому мужчине, к которому я влюблена, конечно же, я готова на все, конечно же, ну, потому что это же любовь и влюбленность. Третий тезис – это не относиться к девушке чересчур хорошо. Если к девушке просто относиться хорошо, быть просто заботливым, просто внимательным, просто хорошим, просто щедрым – это не вызывает эмоции. Поэтому нужно следить за тем, чтобы она не расслаблялась. А для этого мне нужно быть таким где-то плохим парнем, где-то плохим мальчиком. То есть, если я хороший, велика вероятность, что я попаду во френд-зону. Что он просто хороший, с ним удобно, он меня развлекает, им удобно пользоваться. И чтобы не попасть в эту френд-зону, я не должен быть слишком хорошим. Я в идеале должен играть роль такого бэтбоя, плохого парня. Помните, как в школе были отличники и были плохие парни, плохие мальчики, двоечники. Вот эти двоечники, вот эти троечники, они странным образом нравились девочкам больше, чем отличники. А почему? Потому что этот двоечник-троечник, он делал то, что он хочет, да? Он как бы не велся на стандарты общества, что ты должен быть хорошим. А вот этот плохой мальчик, такое ощущение, что он как альфа-самец, да? Доминант, альфа-самец. А многим девушкам этого тоже хочется, потому что подсознательно она считывает вот эту силу, да? Такую животную силу, если человек делает то, что хочет. И поэтому, да, пикаперы, они действуют на грани, да? И они, по сути, такое вот ощущение, что перед вами такой альфа-самец. И поверьте, это несложно изобразить. Но с моей точки зрения альфа-самец, если по-здоровому, это тот, у которого есть семья, да, есть жена, дети, они обеспечены, все хорошо, жена восхищается мужем. Вот это настоящий альфа-самец. А альфа-самец в обществе, это типа какое представление, что куча женщин на него смотрят, он такой, какой-то газлайтер, да, где-то абьюзер. Но это нездоровое представление об альфа-самце. Следующий признак. Эти мужчины набивают себе цену. Они, первое, даже если они работают на обычной работе, они об этом не скажут, они будут преподносить, словно он там не спасает мир. Словно у него какая-то эксклюзивная работа. То есть если он, например, работает менеджем по продажам, то он не скажет, что я менеджер по продажам. Он скажет, что я занимаюсь тем, что мы помогаем людям строить коттеджные городки, коттеджные дома там в элитных районах города. А по факту, что он делает? Он продает дома. Или он продает бетон для домов. Но он преподносит это красивее, чтобы был эффектуал. Также он прямым текстом, он не будет себя хвалить и говорить, что я классный. Или на меня смотрят многие девушки. Даже если не смотрят. У него уже заготовлены истории. Storytel это называется. Это когда он рассказывает какую-то историю, а ты что-то додумываешь. Например, он рассказывает про бывшую. Ты знаешь, бывшие у нас были конфликты. Потому что вот я работаю в компании, у нас там много сотрудников. Я там руководитель, да. И моей бывшей не нравилось, что однажды она попала на карабандеев, и как на меня смотрели другие девушки. И на этом фоне мы ссорились, да, с бывшей. Потому что она была жутко ревнивой. И вот о чем история. Я рассказал про то, что моя бывшая была жутко ревнивой. Например, я как будто бы описываю бывшую. Но по факту я себя косвенно похвалил. Я показал, что на меня смотрят или на меня засматривается куча девочек. То есть, по сути, это история, где есть какая-то главная линия. Как будто бы я рассказываю про эту главную линию. Но косвенно там, о, на него смотрят женщины, да. И типа, о, значит, если на него смотрят женщины, значит, он какой-то там особый, значит, он какой-то там крутой, да. Соответственно, вот эти приемчики, да, по сути, очень много манипуляций. И главная задача – это изобразить, создать образ, который женщина просто будет без ума. То есть, главная задача пикаперов – это создать иллюзию о себе, иллюзию об этом нашем с тобой взаимодействии, как с девушкой. Чтобы девушка была на эмоциях, чтобы она додумала. Хотя прямым текстом пикаперов не учат врать, обещать отношения, когда ты хочешь от нее только близости. То есть, если ты хочешь просто горизонтального танца, не нужно говорить прямо, что ты не хочешь отношений. Не просто, опять же, раскачивай на эмоции, правильно общайся, правильно себя преподноси, вызови эмоции, и все. И на эмоциях она сделает правильный вывод сама. И, конечно же, с пикаперами очень интересно. Вот объективно нужно понимать, что они умеют создать атмосферу. То есть, представьте, это вот, когда тамада приходит на свадьбу. И кто такой тамада? Это тот, кто своим поведением, то, как он говорит, то, как он себя ведет, он умеет создать атмосферу. И делает это с легкостью. Классного тамада приятно слушает, да, он классный. Вот тот же самый пикапер, это мини-тамада, но не на празднике, а во взаимодействии двух людей. То есть, он умеет создать правильную атмосферу. И если ваша задача, или вы хотите классно провести время по кайфу, конечно же, в этом пикаперы это самое лучшее, что может быть. И, конечно же, пикаперов тоже чему не учат, это быть щедрым, обеспечивать женщину. Там этого в обучениях, в принципе, нет. Потому что это не вызывает эмоции, это не вызывает раскачку эмоций. Это, наоборот, вызывает такое какое-то чувство приятности, чувство надежности. Но это не про тезисы, которые озвучил в поведении пикапера. Продолжение следует...